К нашему эфиру присоединяется Олег Колесный, вице-президент аналитического центра политик. Олег, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Доброе утро. Олег, президент Зеленский также говорил о том, что когда формула мира была только представлена, еще было, скажем так, разные взгляды, разные видения того или иного пункта. Возможно, даже от себя уже добавлю, было разное восприятие определенных предложений и мнение Украины по поводу того, каким же образом нужно достигать мира и что является первоочередным. Но сейчас мы слышим, что уже сформированы группы для реализации каждого пункта и ведется активная работа. Так можем ли мы резюмировать то, что все-таки был найден тот консенсус и общее видение, и что все-таки партнеры и страны, которые принимают участие в реализации этих пунктов, согласились с тем, что именно эти 10 пунктов формулы мира, которую представила Владимир Зеленский, являются оптимальными и на данный момент именно теми, над которыми нужно работать? Действительно, президент в самом начале пути предложил достаточно жизнеспособную формулу о том, что любая страна, которая пожелает присоединиться, она может присоединиться к отдельному пункту и может присоединиться ко всем 10. И это был выигрышный момент, потому что не все страны готовы, такие, например, как Китай, ко всем 10 присоединиться. Но какие-то для них есть очень важные. И тут проблема совершенно в другом, даже не проблема, а основа этой формулы – это инициатива Украины. А все остальное мы делаем вместе и мир вместе получаем. И это очень важно, потому что четко украинская сторона понимает и артикулирует следующее, что это формула не только об Украине, это о том, что будет с миром после того, когда мы победим Российскую Федерацию. И это очень важно, что мы видим все большее количество стран, которые в той или иной форме присоединяются. Все-таки 66 стран – это очень много, потому что у нас впереди еще глобальный саммит мира, который должен еще больше стран объединить. Поэтому Украина здесь выступает флагманом, а другие страны, которые хотят, чтобы мировой порядок вернулся, потому что его Россия просто растерзала, они присоединяются к инициативе, которая им кажется перспективной. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк возлагает определенную надежду именно на этот третий саммит формулы мира на Мальте. Он обозначил, что нужно как можно яснее объяснить странам глобального юга, что первоисточником растущей нестабильности и хаоса в мире является именно Российская Федерация. А попытка договориться с Россией, по его словам, приводит к фантастическому хаосу в разных регионах. Регионах услышим прямую речь и продолжим. Чем дальше эта война будет затягиваться, а Украина не согласится отдать что-то Российской Федерации, потому что это будет означать смерть по сути украинской государственности, тогда таких эксцессов, инцидентов, конфликтов, протеста, провокаций будет все больше. И в какой-то момент это окончательно сломает систему глобальных договоренностей, в которых страны глобального юга заинтересованы. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины в эфире марафона «Едыни новыны». Так вот, расклад сил уже более-менее понятен. 66 стран участвуют в третьем саммите на Мальте. Страны, которые никогда не примут участие в этом процессе, всем известны. И остаются как бы нейтральные страны. И большинство из них именно относим условно к странам глобального юга. Какие аргументы должны быть у Украины и ее союзников, чтобы вот это число, в кавычках, нейтральных стран привлечь на свою сторону? Ну, во-первых, Россия будет делать все, чтобы, не имеется в виду, не специально, а просто будет совершать очередные преступления, которые бывают стимулом. И это мы уже видим сейчас. Другое дело, что должна делать Украина? Украина должна показывать, что она борется за то, чтобы перестать быть колонией Российской Федерации. Россия как таковой. Потому что это сейчас и происходит. Мы просто отрываемся от этой пуповины раз и навсегда. И это очень близкий тезис для большинства стран глобального юга. Они это понимают. И тут очень важно перебить нарративы Российской Федерации, которая со времен еще Советского Союза, такой же нарратив, что вот они помогают народам и странам, которые были когда-то колониями, стать свободными. И до сих пор эта Российская Федерация продолжает навязывать этим странам. Мы должны это перебить. Другой момент. То, что сказал Подоляк, это очень важно сделать. Объяснить, что именно сейчас происходит в мире. Что это не какая-то локальная война. И что это не война Запада и России. А это война России против цивилизации вообще. И не только западных стран. Продовольственная безопасность это для всех. И это тот пункт, который очень важен. И сейчас он рассматривается в рабочих группах на этой встрече. И вот глобальный юг должен понять, что это проблема, которую нужно решать сообща. И это так и вот в этой встрече, так оно и есть. Что мы решаем, ищем пути решения и достижения мира в нынешней ситуации все вместе. А выгода для всех в том, что будет мир. Мир для всех. И вот это мы должны вбить им в головы. Другого термина я не могу найти сейчас. И это вот на этой встрече, я думаю, что очень много именно в этом русле будет проведено работы. Потому что на этой встрече еще кроме рабочих групп будут и встречи, которые будут один на один. И там их очень много будет. Поэтому вот этот кейс надо обязательно использовать и эту возможность. И также сейчас на МАТе продолжается работа конкретно по пяти из десяти пунктов. По крайней мере, по последним данным я назову эти пункты. Это ядерная и радиационная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных людей и восстановление территориальной целостности Украины. И знаете, взгляды из Украины едва ли можно из этих пунктов выделить какой-то вот самый важный, более важный. Но мы ведь понимаем, что есть определенные пункты, которые в большей степени влияют на благополучие также других стран. И вот, в частности, хотелось бы с вами начать обсуждение этих пунктов конкретно с продовольственной безопасности. Потому что это, ну, как по мне, сейчас суперактуальный вопрос, который на самом деле важен не только для Украины, и даже, возможно, для некоторых стран, он является более важным и приоритетным. Потому что там идет вопрос, ну, без преувеличения жизни и смерти. Потому что голод – это действительно нешуточное дело. И потом решение проблем, которые могут возникнуть вследствие продовольственного кризиса, может занять гораздо больше времени и за собой повести гораздо более глобальный кризис. Так вот, как вы считаете, то, что этот пункт сейчас в ряду первых для обсуждения, может ли это все-таки действительно уже в ближайшем времени более качественно повлиять на продовольственную безопасность? И главным образом, ну, возможно, несколько облегчить участь Украины сейчас? Потому что действительно все-таки это пока что ложится в большинстве, эта безопасность на плечи Украины. Я думаю, это начало пути, потому что вот этот кейс, который подобран из пяти, да, он фактически важен для всех. Для Украины и для всех участников. И вот, например, включение той же продовольственной безопасности, я думаю, сделано не просто так, а для того, чтобы привлечь большее количество участников. Потому что я уверен, что по продовольственной безопасности, вы об этом только что сказали, ну, не говорить нельзя. Потому что она может за собой, на Западе притянуть за собой, например, те же миграционные процессы, которые Западу совершенно не нужны. Те страны, которые не получают необходимого количества зерна или там кукурузы, чего угодно, да, у них растут цены, у них на продовольствие, у них появляется высокий процент голодающих и так далее. Поэтому это очень важный компонент, который нужно обсуждать, он объединяет. И вот эта встреча, она как раз подбором своих пунктов, пяти, да, она как раз и сделана для того, чтобы максимальное количество стран объединить. И вот тут просто вы спрашиваете о результате. Ну, результатом должно быть давление на Российскую Федерацию, чтобы она прекратила делать то, что она делает в Черном море, угрожать уже самолетами и кинжалами тем кораблям, которые все равно прорываются к голодающим странам. И я думаю, что все-таки это начало пути, потому что здесь должны быть выработаны методы давления на Российскую Федерацию. И я думаю, что это правильное направление. Методы давления, безусловно, тут я с вами согласна, но как мы видим, что Россия готова жертвовать и своим благополучием, чтобы хотя бы изображать, что она на это давление не подается и никак это на ней не сказывается. А ведь безопасность не только в давлении заключается, а конкретно в безопасности суден, которые все-таки занимаются транспортировкой этого зерна. Что касается этого вопроса, насколько это реально решаемый, качественно вопрос на день сегодняшний? Мы пытаемся как страна решать. Мы демонстрируем всем, что даже когда нас обстреливают, когда нас убивают, мы выполняем свои обязательства, потому что продовольственная часть, она подразумевает еще гуманитарные конвои, которые мы тоже делаем, даже периодные, и это очень важный сигнал. Я думаю, что чтобы решить вопрос по Черному морю как таковому, этой встречи недостаточно. Нужно проводить встречи, и они проводятся с государствами. Может быть, и здесь будут проведены переговоры с государствами, которые выходят на Черное море и которые заинтересованы в том, чтобы она была безопасна, в том числе и Турция, которая является авторитетом для России и иногда находит достаточно серьезные аргументы для того, чтобы Путин отошел назад и выполнил свои обязательства перед миром. Но сейчас мы видим, что пока что здесь, если нет других инициатив, есть инициатива Украины, которая все равно пытается прорываться. И это должны оценить наши зарубежные партнеры, в том числе и западные, и дав нам необходимое оружие, которое бы помогло нам защищать вот эти конвои. И, может быть, вернуться все-таки к вопросам о том, что нужно и западные какие-то средства для защиты, я имею в виду или самолеты, или корабли. Но это очень дискуссийный момент, но нужно что-то делать. И я думаю, что механизмы, они нарабатываются. И это просто не очень простой путь, потому что у нас контрагенты Российской Федерации, она очень сложная в этом, скажем так, направлении, и с ней договариваться ни о чем нельзя. Поэтому здесь я все-таки склоняюсь к тому, что должно быть давление и сила. Это Россия понимает. Все остальное, как мы видим, оно не работает с Россией. Один из кейсов нынешнего саммита на Мальте – это вот двусторонние встречи, переговоры на уровне советников по нацбезопасности и внешней политике. Так вот, с Нидерландами Украина начала консультации по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности. И Нидерланды стали шестым государством после США, Великобритании, Канады, Японии и Франции. И первой страной, в которой они входят, G7, с которой начались такие консультации. Давайте объясним нашим зрителям, в чем смысл этих двусторонних консультаций с каждой из стран. В чем их важность и необходимость. Ну, во-первых, на таком уровне общаются советники по безопасности. Это те люди, которые, как правило, очень близки к лидерам стран. То есть это фактически в одно касание доведения информации. Другой момент, чтобы было нашим зрителям более понятно. Вот кейс Израиль и Соединенные Штаты. Вот у них есть прямая договоренность и прямые обязательства. И мы видим, как, если это прямо подписано, как она быстро работает. Поэтому вот как раз Украина и пытается с каждой страной вот такие договора подписать, чтобы это было не... Олег, сейчас уже мы приближаемся к минуте молчания, которая по всей Украине будет проходить. Вас мы благодарим за то, что вы присоединились. Мы продолжим общение в следующих эфирах. Олег Хелесны, вице-президент аналитического центра политика, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео. Аналитические обзоры. Фридом в Телеграм. Только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...